Несколько дней назад анапская группа Poison Stars вернулась из масштабного турне, включавшим в себя множеством городов России. Гастроли были приурочены к выходу нового альбома, получившего одноименное название с коллективом. Критики уже называют пластинку одним из самых удачных релизов российской альтернативной сцены. По словам Алексея Белого, лидера и бас-гитариста команды, залог успеха Poison Stars – это сочетание западной рок-н-рольной школы с русским стихом. Poison Stars – это, прежде всего, группа, в которой есть и рок-н-ролльная составляющая, есть и, скажем, современная электронная составляющая, это мощный вокал, это наше, так сказать, русское слово, русская поэзия. Poison Stars – это, я считаю, что, как я уже сказал, правильное эволюционное развитие рок-музыки в России. Дороги, концерты, съемки, заполненные залы и восхищенные поклонники. Жизнь Poison Stars расписана буквально по минутам. Гастроли, по словам гитариста группы Алана Ливана, были самыми крупными в истории команды. Ребята объехали всю среднюю часть России, а последним городом в списке значилась Москва, где музыкантов принимали с небывалой теплотой. Осенью мы уже именно закончили альбом, выпустили его на физическом носителе. Цифровой релиз был чуть позже, чем тур. Мы поехали в тур в октябре, замечательно там покатались, очень хорошо люди принимали во всех городах, где мы были. В так называемом туровом автобусе группа проводит большую часть времени в гастролях. Именно так в свое время начинали выступать легендарные Metallica и Guns N' Roses. Они просто складывали все оборудование в машину, садились поудобнее и вперед покорять многочисленные залы, страны и города. Шаг и лечу в кругах, под ритул сердца, спешу за тобой.